Здравствуйте, я Дмитрий Орлов, морской биолог и путешественник, инструктор дайвинг-инструкторов. Плаваю под водой более 35 лет. И вот что я вам, друзья, скажу. Скоро начнутся школьные каникулы, праздничные дни, и многие из вас поедут на разные моря. В Египет, на Мальдивы, на Черное море. И там нужно знать, какие опасные ядовитые животные обитают в этих водах и на дне, для того, чтобы с ними случайно не познакомиться. Поэтому сегодня мы продолжим тему предыдущего выпуска о опасных ядовитых животных, которые обитают в разных морях и океанах. И начнем с вами, с такого большого типа беспозвоночных, с моллюсков. Моллюски бывают двустворчатые, брюхоногие, головоногие и некоторые другие. Но мы, когда ходим по ресторанам, по кафе, в первую очередь, конечно, ознакомимся с двустворчными моллюсками, которыми относятся устрицы, мидии и все остальные любимые кулинарные премудрости. Но я вам расскажу про огромную раковину двустворчатую, про тридакну, которая не появляется в ресторанах, но представляет некоторую опасность. Точнее, я бы сказал, про нее очень много разговаривают и много мифов сложено про тридакну. Ну, например, в стародавние времена, когда туземцы ныряли за жемчужинами и искали их в больших раковинах, ходили легенды про то, что эти тридакны поджидают неосторожных ныряльщиков, хватают их за ноги и за руки, потом пожирают. Это, конечно, полная чушь, но доля правды в этом есть. Потому что гигантская тридакна достигает 2-3 метров в обхвате и целой тонны в весе. И, в принципе, когда она закрывается, она может захватить руку или ногу неосторожного человека, ну, если он засунул туда руку по локоть. Что, наверное, древние ныряльщики, которые искали крупный жемчуг, это и делали. А так, конечно же, тридакна – это очень красивый двусторочный моллюск. В мантии живут одноклеточные водоросли, которые, собственно говоря, и создают такие красивые цвета на мантии. Фиолетовые, зеленые, красные. И те, кто плавают, строкеляют и ныряют на коралловых рифах, видят эти замечательные моллюски, потому что они очень яркие. Но, безусловно, ходят легенды и миф о том, что она может представлять какую-то опасность. Значительно более опасны для человека брюхоногие моллюски, к которым относится очень красивый текстильный конус. Текстильный конус является вожделенной добычей для коллекционеров, для людей, которые коллекционируют красивые раковины. Но мало кто знает, что сам моллюск очень ядовит. У него в голове есть специальный хоботок. В основании хоботка железа, в которой рождаются ядовитые стрелы. И когда конус подбирается к своей добыче, к рыбе, к огромному другому моллюску, к другому беспозвоночному, он вытягивает этот хоботок, и эта стрела вылетает из хоботка, пронзает тело жертвы, и жертва умирает, либо становится парализованной. И таким образом вот эти маленькие конусы пожирают добычу, которая больше их в сто раз. Если вы взяли конус в руки, он осторожно высовывает голову из раковины, высовывает хоботок. Из хоботка может, собственно говоря, вылететь стрела, вас сильно уколоть, и вы почувствуете сильнейшую боль, как будто раскалённая игла вас пронзила. После этого идёт онемение руки, некроз ткани может произойти, и этот ожог, этот шрам может остаться на всю жизнь. Поэтому, друзья, не надо брать в руки раковины, тем более не надо ничего забирать из моря на сувениры. Кроме того, гложаберники, казалось бы, такие замечательные и безобидные красивые создания, у которых даже раковина редуцирована. Гложаберники также могут представлять некую опасность, потому что гложаберные моллюски питаются полипами, коралловыми, актиними, мягкими кораллами, но стрекательные клетки, а я надеюсь, что вы помните, что такое стрекательные клетки по предыдущему выпуску, не перевариваются в их желудке, а проходят через всё тело моллюска в их жаберные выросты, которые расположены наверху гложаберных моллюсков. То есть, само название гложаберни говорит о том, что у них вот эти жаберные выросты сверху. И эти самые красивые ветвистые выросты как раз стрекаются, как будто если бы мы обожглись о медузу, либо коралл, либо актинию, в зависимости от того, чьи стрекательные клетки были сожраны этим гложаберным моллюском. Следующая группа моллюсков, которая представляет для нас интерес, это головоногие моллюски, к которым относятся осьминоги, кальмары, каракатицы, потрясающие морские создания, очень красивые и интересные с точки зрения интеллекта и поведения. Головоногие бывают, восьминогие и десятиногие, соответственно, восьминогие – это, как вы понимаете по названию, осьминоги. Ну, про осьминогов очень много есть рассказов, кино снято, их называют приматами моря, потому что это интеллектуальные, умные животные. Считается, что это самые интеллектуальные животные, обитатели моря после дельфинов, между прочим, хотя они беспозвоночные. И среди осьминогов есть очень маленькое такое создание, называется глубокольчатая осьминожка, примерно несколько сантиметров в длину, который, когда он боится или злится, на его коже проступают голубые кольца. Он поэтому называется глубокольчатый. И это очень ядовитое создание. Дело в том, что у всех осьминогов в центре щупалец, в ротовом диске, есть такой клюв, который похож на клюв попугая, которым он как раз разламывает, взламывает раковины моллюсков, которыми питается. И у глубокольчатого осьминога этот клюв ядовитый, причем сильно ядовитый. Страдают, как правило, дети, которые плавают на мелководье. Осьминог никого не боится, поскольку все морские обитатели знают, что он ядовит, кроме человека, естественно. Берут его в руки, и он щиплет просто, кусает за ладонь, и ребенок получает сильнейший укол ядовитый. И поскольку объем крови у ребенка небольшой, это может привести к глубокой интоксикации и очень болезненным ощущениям. Я напомню, что практически все морские яды воздействуют на гладкую мускулатуру, то есть на легкие, на сердце. Человек чувствует удушье и сердечную аритмию. Поэтому, еще раз повторюсь, под водой ни в коем случае не надо никого брать в руки. Десятиногие, головоногие – это каракатицы и кальмары. Именно про гигантских кальмаров с древних времен, средневековья, доходят до нас мифы, легенды про ужасных кракенов, которые поднимаются из пучины, хватают корабли и уносят их в глубину. Ну, в общем-то, вся эпопея «Пираты Карибского моря» как раз про этих осьминогов и кальмаров и, собственно говоря, рассказывает. Ну, понятно, что это сказка такая, мы с удовольствием ее смотрим, но нет дыма без огня, потому что есть довольно крупный кальмар гумбольта, он достигает длину полутора метров, который реально может нападать ночью на человека, поскольку это ночной хищник, и он питается крупной рыбой и даже млекопитающими, и, собственно говоря, очень больно ударить своим клювом. Кальмары гумбольта живут в Мексике, в Карибском бассейне, поэтому все, кто ночью там купаются, будьте, пожалуйста, в этом плане аккуратны. Следующий большой тип беспозвоночных, про который мы с вами поговорим, это иглокожи. К иглокожим относятся морские звезды, ежи, лилии и некоторые другие беспозвоночные. Среди морских звезд, ну, казалось бы, это очень безобидное создание, но есть одна звезда, терновый венец. Это многолучевая морская звезда с такими шипами, очень острыми, которая прославилась тем, что питается коралловыми полипами и иногда пожирает коралловые рифы, особенно если есть вспышка численности. И известна нашумевшая история, это примерно с десяток лет назад, когда была вспышка численности морской звезды тернового венеца в одной из жарких тропических стран, и местные жители хватали тернового венца, разрывали на части и бросали в море, думая, что она погибает мучительной смертью. Но на самом деле у морских звезд есть явление регенерации, то есть из каждого морского луча вырастала целая морская звезда и становилась только хуже. Ну, наконец-то, через некоторое время, когда уже все коралловые рифы были под угрозой, привлекли наконец-то морских биологов, специалистов, и они с этой задачей справились. То есть они адаптировали небольшую рыбку из другой акватории, которая питается личинками морской звезды. Ну, а самих звезд просто грузили в грузовики, вывозили в пустыню и там сжигали. И таким образом всемиром справились с вот этой напастью. Морская звезда терновый венец ядовитая. Если положить какой-то предмет сверху, она так скручивается вокруг этого предмета, и потом на этом предмете появляются такие вот капли зеленые. Это гель, который впрыскивает морская звезда из своих шипов. Очень ядовитый. Ну, понятно, что в обычной жизни трудно представить, что человек на нее садится или берет в руки такое страшное чудовище. Поэтому она опасна нам чисто теоретически. А вот их ближайшие родственники – морские ежи. Я думаю, что с ними познакомились рано или поздно все туристы, которые выезжали в Египет, на Мальдивы, потому что есть морские ежи с длинными иголками, за которые очень легко зацепить. В первую очередь это морские ежи семейства диадемовых. У них маленькая черная тельца с очень длинными тонкими иглами. Днем они прячутся в пещерах, выставляют наружу иглы, и человек, который плавает под водой, особенно те, кто сныркеляют с маской, с трубкой и ныряют вниз, быстро плавая на задержке дыхания, ну, легко могут с ними познакомиться и зацепить эту иголку. Вообще, если говорить о физиологии, биологии морских ежей, есть очень интересные такие черты у морских ежей. Ну, во-первых, у них рот снабжен такими челюстным аппаратом, который называется «Аристотелев фонарь». Я не знаю, почему он «Аристотелев фонарь» называется. Наверное, у Аристотеля был такой фонарь, похожий на челюсти вот этого ежа. Этими челюстями еж ползает и соскребает разную органику, и маленьких живых существ обрастающих ими питаются. Сверху шарообразного тела ежа торчит верх анус. Любые ежи снабжены морскими иголками, полыми, и у некоторых ежей в основании иглы также есть ядовитые железа. То есть некоторые морские ежи ядовиты. Кроме того, у ежа есть такие щипчики, как ножницы маленькие, называются педицеллярии. Их задача убирать вот эти осадки, которые падают сверху на ежа. Потому что если бы не было педицеллярий, морской еж очень быстро бы превратился в кучу мусора, которая падает на него сверху из морской толщи. Эти педицеллярии также могут быть ядовиты. А двигается морской еж при помощи специальной амбулакральной системы. У морского ежа есть ножки, в которых ходит физиологическая жидкость. И ножки вытягиваются в каком-то направлении, и присасываются к субстрату, и подтягивают тело ежа в каком-то направлении. Дальше они расслабляются, снова вытягиваются в этом направлении, присасываются снова к дну, и снова подтягивают тело ежа. Таким образом морские ежи могут довольно быстро ползать по поверхности. Если вдруг вам под кожу попала игла морского ежа, ни в коем случае не надо ее оттуда выковыривать. Это самая типичная ошибка, которую делают все туристы, когда уколятся морского ежа. Дело в том, что иголка – это не заноза, и вы просто не сможете ее подцепить. Просто расковыряете рану, и она может послужить причиной вторичной инфекции. Нужно, во-первых, побрить место, где торчат иголки обычным лезвием, чтобы они не торчали и не приносили вам болевых ощущений, а это место смазать йодом. И в результате некоторые иголки сами вылезут, а некоторые растворятся. Ничего страшного. Особенно осторожными вам нужно быть, когда вы уходите по приливно-отливной зоне, по литерале. Особенно в умеренных водах, в арктических морях, потому что вода уходит далеко, но ежи остаются. И люди, которые ходят босиком, могут насажать очень много иголок на свои подошвы. Это болезненно. Иголки долго потом приносят вам неприятные ощущения. Поэтому, если вы едете на море, и там большая приливно-отливная зона, не ходите по берегу босиком, потому что можете очень неприятно уколоться. Чаще всего люди колются у диадемовые ежи. Они не ядовитые. Просто иголки обламываются и застревают у вас в коже. Но есть и очень ядовитые ежи. Как правило, такие они круглые, бело-красные. Очень красивые. Так и тянет взять их в руки. Ни в коем случае этого не делайте. Как раз укол таким ядовитым ежом, чрезвычайно болезненный, и может развиться сильнейший ожог, аллергическая реакция, а не менее тканей. Поэтому, друзья, ни в коем случае не берите ежей в руки. Безусловно, есть безопасные ежи, такие плоские, в виде монет, либо в виде сердца. Они ползают по песчаному дну, они безобидны, но также это часть биоциноза, поэтому также держитесь от них подальше. В Средиземном море, на Кипре, на Мальте, в Турции, под водой можно встретить очень красивого многощетинкового червя эвритоя. Он достигает примерно в длину 10 сантиметров, у него такие белые волоски красивые, такой мохнатенький, шустренький, стрекается, как крапива, еще более болезненная. Поэтому увидели такого червяка, плывите от него подальше. Двигается он очень быстро. Это мы с вами пробежались по беспозвоночным, но гораздо больше, конечно, ядовитых колющих рыб. Среди хрящевых стоит отметить акулу Катрана. Она живет в Черном море, и перед спинным плавником очень острый длинный шип. Ну, как правило, страдают рыбаки, которые ловят Катрана на удочку, либо сеть забрасывают, ловят Катрана, и укол может быть довольно глубокий. Значительно более известны скаты-хвостоколы. У них есть на хвосте такой желобок, и этот кинжал ядовитый входит в этот желобок, его не видно. Но если он собирается атаковать, либо защищаться, он выгибает хвост, и этот кинжал становится перпендикулярно к плоскости хвоста. И вот тогда нужно соблюдать приличную дистанцию. Ну, вот самая такая известная история трагическая связана с австралийским телеведущим, которому сильно не повезло, и Кат его ударил прямо в сердце. Была мгновенная смерть. История нашумела лет 10 назад, но я знаю значительно менее известные случаи, когда Кат попадал в ногу, в руку, я вам скажу, зрелище не из приятных, потому что удар сильный, как холстом, и этот нож практически может рассечь мышцы до кости. Неприятная история, поэтому уважайте скатов хвостоколов, особенно в тех местах, где их кормят. Ну, например, на Мальдивах, на некоторых резортах, это целое шоу, привлекают скатов, скаты приплывают, такие большие, серые в черную крапинку, мраморные скаты-хвостоколы, очень такие няшные. Люди прыгают в воду для того, чтобы с ними поплавать, фотографироваться, но если скат ведет себя нервно, и у него шип топорщится уже, плывите оттуда со всех ног. Не надо. Вот эти вот фотографии не стоят того, чтобы скат пропорол вам мясо до костей. Кроме того, есть электрические скаты. Электрические скаты, такие белые, круглые, мимимишные, но, пардон, 380 вольт ударят, мало не покажется. Держитесь также от них подальше. Среди костистых рыб печально знаменитое семейство Скорпеновых. Скорпены, ярко-красные рыбы, живут по всему океану, там много видов. Самая такая опасная рыба из семейства Скорпеновых, это рыба-камень, или бородавчатка. Считается одним из самых ядовитых созданий на Земле. И проблема в том, что она мимикрирует под окружающее пространство, притворяется куском коралла, таким серым, и, в принципе, узнать ее, увидеть нелегко. Нужен наметанный глаз. И бывает, что люди, которые плавают особенно еще неумело и машут беспорядочно руками и ногами, случайно могут уколоться о спиной плавник бородавчатки, и это смертельно опасно. Были летальные случаи, известные, когда аквалангист, просто не замечая рыбу-камень, пытался что-то сфотографировать рядом и получал сильнейший укол. После этого следует сильнейшая боль, а не менее конечностей. И дальше, собственно говоря, вот человеку нужно как можно быстрее подняться на поверхность, попросить помощи, для того, чтобы его как можно быстрее выволокли на сушу или на корабль и оказали первую медицинскую помощь. Под водой можно просто захлебнуться. От боли человек может потерять сознание. Поэтому все, кто плавают на коралловых рифах в Австралии, в Океании, в Индонезии, на Филиппинах, будьте, пожалуйста, аккуратны, помните о том, что там есть вот такие страшные рыбы. Ну и любимица публики полосатая крылатка. Несколько видов есть полосатой крылатки. Это красивая такая пятнистая красно-белая рыба с большими грудными плавниками, которая днем прячется в гротах и в пещерах, а ночью выходит на охоту. Чрезвычайно красивая рыба, любимая фотомодель для подводных фотографов, но чрезвычайно ядовитая, опять же. И укол грудных и спинных и хвостовых плавников может привести к сильнейшей боли, также к удушью и сердечной аритмии. Ну, наиболее известна рыба-лев. Это такая жирная большая полосатая крылатка, которая живет в Красном море. Многие туристы, которые плавали на рифах, ее знают. Более того, она легко привыкает к человеку. Некоторые ее даже кормят. Ну, а ночью, поскольку она питается рыбой, она ходит за светом фонаря, и люди, которые плавают ночью с фонариками, рискуют на нее напороться. Будьте, пожалуйста, внимательными. Уколы ее плавников очень болезненные и опасные. Если вдруг вас уколола бородавчатка, либо полосатая крылатка, либо донная также скорпеновая рыба крокодил, не нужно паниковать, нужно немедленно всплывать на поверхность, рассказывать, что у вас такая вот проблема, можно опустить руку в горячую воду для снятия болевых ощущений, пить как можно больше воды, для того, чтобы концентрация яда была минимальная, прямо пейте воду, пока не лопнете, не надо в этом плане экономить, пейте как можно больше воды, и просто ложитесь, и надо просто переждать вот этот неблагоприятный момент. Дальше все будет нормально. И, наконец, на десерт нашей сегодняшней беседы про активно ядовитых морских животных, это рептилии, морские змеи. Морские змеи очень ядовиты, но для человека практически не опасны, потому что зубы ядовитые расположены не спереди, как, например, у наземных змей, а чуть в глубине рта, и поэтому она при всем своем желании не сможет вас укусить, но может цапнуть за палец, поэтому палец точно не надо совать ей в рот, и если рядом вы видите морскую змею, сжимайте просто пальцы в кулак, чтобы она вас не укусила. Но, как правило, они очень спокойны, морские змеи питаются маленькими рыбками, плавают, заглядывая в гроты, пещерки, и начинают, как правило, не оказывать никакого внимания. Страдают рыбаки, которые ловят рыбу сетями, и, выбирая рыбу из сетей, случайно хватают змею, и она их кусает за пальцы. А так, в общем-то, все два вида морских змей, это пеламиды полосатые, белые, черные, и плоскохвостые, такие зеленые, широкие змеи, они для человека обычного не опасны. Но яд, конечно же, чрезвычайно токсичный, очень концентрированный. Ну, представьте, что она кусает какое-то животное в морской воде, яд тут же теряет концентрацию, растворяется, поэтому яд у них очень концентрированный. Соответственно, это мы с вами быстро пробежались по активно ядовитым животным. Надеюсь, что вы всех запомнили. Надеюсь, что вы запомнили, как оказывать первую помощь. Напомню, что в предыдущем выпуске нашего подкаста я рассказывал про медуз, актиний и других стрекающих, которые приносят максимально неприятное ощущение для плавающих в воде. Постарайтесь наслаждаться их красотой, не приближайтесь, держите дистанцию, и все будет хорошо. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что это был Дмитрий Орлов, морской биолог и путешественник. Если кого-то заинтересовала эта тема, много информации вы можете почерпнуть в моей книге «Опасные морские животные», ну и на нашем сайте dive.ru. До новых встреч!